Здравствуйте! С вами Роман Выстороп. В эфире Дзержинского 102. Программа работе с авропольской полицией о происшествиях и раскрытых преступлениях. Сегодня в выпуске. Захотела подзаработать. Грабеж среди белого дня. Незаконный сбыт запрещенных веществ. Самовольный уход несовершеннолетних. И начнем с криминальных новостей. В Ипатовском округе 19-летняя девушка торговала персональными данными клиентов своей фирмы. В Железноводске возбуждено уголовное дело по факту грабежа 83-летней пенсионерки. Мужчина вырвал из ее рук кошелек прямо на улице. Тем временем в Курском округе передано в суд уголовное дело о сбытии запрещенных веществ. Подробности расскажем в нашей оперативной сводке. В Ипатовском городском округе завершено расследование уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации. В совершении противоправного деяния обвиняется 19-летняя жительница Ипатовского округа. Следствием установлено, что в феврале текущего года обвиняемая, являясь сотрудницей салона сотовой связи и имея доступ к программному обеспечению фирмы, осуществило выгрузку персональных данных нескольких клиентов. Затем гражданка передала сведения третьим лицам за денежное вознаграждение. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В Железноводске возбуждено уголовное дело по факту грабежа. В Железноводске полицейские установили личность гражданина, ограбившего 83-летнюю местную жительницу. Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина преследует пенсионерку, а затем отбирает у нее кошелек со сбережениями и скрывается. Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер наблюдения и установили личность злоумышленника. К совершению противоправного деяния оказался причастен 30-летний житель станицы Незлобной Георгиевского городского округа. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где он в содеянном сознался. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В Курском округе передано в суд уголовное дело о сбытии запрещенных в свободной продаже веществ. В совершении противоправного деяния обвиняется 22-летняя жительница соседнего субъекта. В рамках следствия установлено, что девушка приобрела на территории Краснодарского края крупную партию запрещенных к обороту веществ, которые планировала сбыть своему знакомому. Однако, передвигаясь в автомобиле в качестве пассажира, она была остановлена. В ходе личного досмотра у нее обнаружили более 220 капсул лекарственного препарата и три полимерных флакона с жидкостью. Проведенное исследование показало, что изъятое является сильнодействующим веществом общей массой 120 граммов. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Курский районный суд для рассмотрения по существу. В Левокумском округе возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения сельскохозяйственного гранта. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции выявлен факт незаконного получения жителям Левокумского округа выплаты, предназначенной для поддержки предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью. 26-летний житель села Правокумского, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, предоставил в учреждение пакет документов, на основании которого ему была выплачена субсидия в размере 14 миллионов рублей на развитие животноводческой фермы. В ходе проведения оперативных мероприятий выяснилось, что в справках предприниматель отразил недостоверные сведения, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело. Что делать, если ребенок ушел из дома или сбежал из школы? Какие опасности подстерегают несовершеннолетних бунтарей и куда обращаться их родителям? Мы познакомились с теми, кто раньше других приходит на помощь семье в такой ситуации и собрали ряд наиболее действенных советов для родителей. Ушел из дома, хлопнув дверью. Или сбежал по-тихому. Только за текущий год в правоохранительные органы края поступило порядка 400 заявлений от родителей, чьи дети сбежали из дома. Некоторые взрослые не осознают, какой опасности подвергают жизнь и здоровье своего ребенка, не своевременно обращаясь в полицию о розыске. Кто-то думает, что заявление в полицию можно подать только через три дня. Кто-то же пытается искать бегуна своими силами, боясь огласки внутрисемейных проблем. Кто-то решает, что ребенок погуляет и вернется самостоятельно. Если у нас пропадает несовершеннолетний ребенок, и несовершеннолетними считаются дети в возрасте до 18 лет, то поиск этого ребенка начинается незамедлительно. С момента поступления в наш адрес сообщений. Сообщения могут поступать как письменные, когда родители непосредственно приходят, так и в рамках телефонного звонка, так и сообщения через интернет. Где-то сообщество, кто-то от соседей сообщил. То есть как только становится известно о том, что поступает информация о том, что ребенок пропал, незамедлительно начинаются поисковые мероприятия. Причин ухода детей множество. От бунтарских, когда ребенок, например, решает посетить некое мероприятие, пожить у друга или, не предупредив никого, переехать жить к бабушке. До медицинских. За ними чаще всего стоят психические заболевания. Также побег из дома часто является следствием авторитарной модели воспитания. Вне зависимости от причин побега, помогает родителям и правоохранительным органам найти ребенка поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт». Это добровольцы, которые проходят специальное обучение и вместе с правоохранительными органами ведут поиски без вести пропавших. Когда формируется активный поиск, у нас есть отдельный чат ПСО, куда поступает информация о пропаже человека. Назначается точка сбора. Чаще всего это либо место последнего нахождения БВП, либо это около дома без вести пропавшего. И к штабу, там формируется штаб, раскрывается, и к штабу подъезжают наши добровольцы, где старший на месте регистрируется, и старший на месте распределяет их на группы, раздает задачи, которые получает от координатора поиска. Для начала поисковых работ сотрудникам отряда нужно получить информацию от заявителя. Как зовут пропавшего, сколько ему лет, во что был одет и так далее. Затем начинаются сами поисковые мероприятия. Они могут быть как информационными, когда человека ищут только через сеть интернет, или активными. В этом случае добровольцы берут в руки фонарики и отправляются на местность. При активном поиске пропавшего также используется компас, рация и навигатор. Кроме того, волонтерам необходимо быть в яркой, заметной одежде. Нам удалось побывать на тренировке отряда, где добровольцы отрабатывали навыки поиска и работы с аппаратурой. Когда человек берет навигатор, первое нам что надо сделать, это включить, это уже научились. Второе, очистить текущий трек. Что делать при пропаже ребенка? Вот несколько важных советов от сотрудников МВД России. Не искать самим, а незамедлительно позвонить или прийти и написать заявление в правоохранительные органы. Чем меньше прошло времени с момента исчезновения ребенка, тем быстрее он будет найден. При обращении в отдел полиции возьмите с собой документы, содержащие сведения о пропавшем несовершеннолетнем, и его фотографию. При описании пропавшего ребенка обязательно укажите его основные приметы. Опишите подробно одежду. А главное, напоминают как правоохранительные, так и волонтеры отряда. Разговаривайте с детьми и будьте в курсе всего, что происходит в их жизни. Множество маленьких пассажиров становятся пострадавшими от ДТП из-за несоблюдения правил безопасности в машине. Например, нет удерживающих приспособлений или автокресел. Как правильно действовать взрослым и самим детям в случае ДТП, рассказала госавтоинспекция Ставропольского края. 17 октября на Ставрополье важное событие. В край прибыл единственный в России мобильный комплекс «Школа дорожной безопасности». Это автобус-тренажер, который представляет из себя полноценный учебный класс, укомплектованный современным мультимедийным оборудованием и техническими новинками для обучения детей правилам безопасных поездок на пассажирском транспорте. За один день пребывания тренажера обучение прошли около 300 школьников из Шпаковского округа и города Ставрополь. Ребятам наглядно продемонстрировали принцип действия ремней безопасности при резком торможении. В салонах также установлен генератор дыма для имитации задымления салона и отработки алгоритма действий при чрезвычайных ситуациях. Во-первых, этот автобус, мы благодарны очень МВД России за то, что есть возможность у детей нашей страны на практическом опыте посмотреть, что происходит, когда человек не пристегивается. Обучение ребят проводится также с помощью познавательных видеофильмов. Занятия ведут сотрудники госавтоинспекции региона и специалисты центра специализированного назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Мы сегодня практически в реальных условиях даем возможность детям посмотреть, как и что случается в случае совершения ДТП, попадания автобуса в ДТП. И, соответственно, в случае, если ребенок будет не пристегнут, такие последствия от этого будут. Автобус «Школа дорожной безопасности» – это проект госавтоинспекции России. Мобильный комплекс 2009 года передвигается по всей стране. Данный автобус к нам прибыл с Москвы. И основная его задача – научить детей применять ремни безопасности не только в салонах автомобилей, но и, что важно, и в салонах автобусов, то есть пассажирских транспортных средств. Основная масса детей, которые страдают в дорожно-транспортных происшествиях, в частности у нас в Ставропольском крае, это 49% страдают дети-пассажиры транспортных средств. И далеко не всегда они перевозятся с применением детских специальных удерживающих устройств в салонах транспортных средств и с применением ремней безопасности. На Ставрополье автобус прибыл впервые. После нашего региона он отправится в Краснодарский край. В Кочубеевском округе нарушение правил безопасного разворота привело к смертельному столкновению. В Левокумском округе поймали нетрезвого водителя, который попытался схитрить и обмануть алкотестер, но получилось неважно. Подробнее расскажет наш дорожный патруль. Недалеко от Железноводска нарушение правил перестроения привело к столкновению, в котором пострадали два человека. Днем 13 октября возле поселка Иноземцево водители на марке, двигаясь по крайней правой полосе при наличии трех полос одного направления, решил перестроиться. Мужчина не выдержал боковой интервал и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении отечественным автомобилем. Тяжелые травмы получили двое жителей Минеральных вод. Они были пассажирами отечественной легковушки. Мужчины были не пристегнуты, чем обусловлена тяжесть полученных травм. А вот водители в ДТП не пострадали. Иномаркой управлял 62-летний житель Дагестана, который был трезв. За последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. 13 октября при несении службы на территории Левокумского округа нарядом ДПС был замечен автомобиль, водитель которого при виде экипажа резко свернул на проселочную дорогу. Такое поведение вызвало подозрение, и полицейские остановили машину. За рулем был 41-летний житель округа с признаками опьянения. Так как документов при себе водитель не имел, для установления личности его доставили в отдел полиции, где предложили пройти освидетельствование. Нарушитель согласился, но попытался схитрить. Восемь раз он пытался обмануть прибор, настаивая на том, что у него якобы не хватает воздуха. Такое поведение было расценено как отказ от освидетельствования, и мужчина был направлен в медучреждение, где опьянение подтвердили специалисты. В отношении нарушителя составлен административный материал. Гражданину грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полугода до двух лет. В Кочубеевском округе нарушение правил безопасного разворота привело к смертельному столкновению. 15 октября около 11 часов на подъезде к городу Ставрополь водитель иномарки, совершая маневр разворота, где это не запрещено, не убедился, что встречная полоса свободна и допустил столкновение с отечественным автомобилем, а затем съехал в кювет. От полученных травм на месте скончалась 23-летняя пассажирка русского автопрома, жительница КЧР. В больницу Невиномыска доставлены оба водителя и пассажирка иномарки. За рулем иномарки находился 64-летний житель Ставрополя. Будьте внимательнее за рулем. А если вам понадобится помощь полицейских, звоните по номеру 02 с городского телефона, 102 с мобильного и 112 вызов всех экстренных служб. С вами был Роман Выстароп. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова